В 20 веке произошел качественный скачок в развитии человечества. Во многих областях знаний стали применяться радиоактивные источники. Они активно стали применяться в промышленности, в медицине, что привело к огромному количеству существующих источников по всему миру. Сейчас количество источников в гражданских отраслях промышленности измеряется сотнями тысяч. Конечно, контроль за этими источниками существенно отличается от контроля, который налажен на оборонных предприятиях, на предприятиях атомной промышленности. Он достаточно, конечно, слабее. И это приводит к тому, что ежегодно тысячи источников выходят из-под контроля, их называют бесхозяйными источниками. Что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям для населения, при облучении населения. В истории было несколько таких случаев, достаточно, так сказать, трагических. Самый, наверное, страшный был этот случай в 1987 году в Бразилии, в штате Гаяна, когда небольшой 5-сантиметровый источник с хлоридом цезия был выброшен на сквалку. Район был бедный. И детишки нашли этот источник, разобрали, разнесли по всем домам кругом. То есть вот это событие привело к тому, что четверо человек погибло сразу, один чуть-чуть попозже. 85 домов в этой Гаяне были существенно загрязнены. Было очень здорово, выше всяких любых норм загрязнена поверхность, земля вокруг этих домов. Всего подозревалось, что сотни, 112 тысяч людей прошли обследование в результате этого инцидента. Правительство пошло на огромные траты, на то, чтобы убрать загрязненную почву. Люди, которые жили в этом штате, они подвергались как бы дискриминации, они были как прокаженные, потому что их не пускали ни в самолеты, ни в поезда, ни в какие-то другие общественные места. И в принципе такая ситуация потребовала 5 лет интенсивной работы и огромных затрат, в том числе и мирового сообщества. К сожалению, аналогичные случаи были и в нашей стране, особенно они были связаны очень много с 90-е годы. Это известный трагический случай, когда при скоропалительном выводе советских войск из Грузии были брошены некоторые источники, которые впоследствии солдаты нашли. Тоже там были и смертельные случаи, и, по-моему, человек 10 очень серьезно пострадал. Такие же проблемы есть при много источников потерянных было и на Севморпути, и при добыче ископаемых в Сибири, постоянно теряются источники в медицинских учреждениях, но, по крайней мере, раз в год это постоянно случается. Что требуется? Требуется, чтобы организации, которые вовлечены, то есть которые должны участвовать в этом, службы Санэпиднадзора, службы МЧС должны достаточно адекватно реагировать на эти дела. К сожалению, во многих регионах страны такого опыта у сотрудников нет. И в данном учебном фильме мы показываем опыт работы сотрудников Южноуральского аварийного центра при ликвидации последствий реальной аварии, которая произошла в 2017 году. В этом фильме представлены действия персонала Южноуральского регионального аварийного медико-дозиметрического центра при обследовании обнаруженного бесконтрольного источника ионизирующего излучения. Информация об обнаружении бесконтрольного источника поступила в администрацию городского поселения, территориальное управление МЧС и МВД. Было принято решение о привлечении для обследования источника ионизирующего излучения Южноуральского регионального аварийного медико-дозиметрического центра. Для проведения обследования были разработаны организационно-технические мероприятия. Автомобиль специальной радиологической бригады прибывает в район обнаружения бесконтрольного источника. Персонал организует дозиметрический пост. Проведение радиационного обследования обязательно проводится с применением средств индивидуальной защиты и средств индивидуального дозиметрического контроля. В данном случае в качестве средств индивидуального дозиметрического контроля применены дозиметры ДКГ АТ-2503 и ДТЛ-01. Проводим измерение мощности амбиентного эквивалента дозы, обусловленной природными радионуклидами. Природный гомофон составил 0,07 мкс в час. Специалисты приступили к радиационной разведке. В качестве дозиметрических приборов использованы дозиметры-радиометры МКС-АТ-111-7Н с блоками детектирования БТГ-03, БДПБ-01 и БДПА-01. Погрешность измерения плюс-минус 20%. Проводим измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения и поверхностного загрязнения альфа-бета-излучающими радионуклидами на территории, прилегающей к месту обнаружения. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,07 мкс в час. По альфа-активным радионуклидам 0,1 частица на сантиметр квадратный. По бета-активным радионуклидам 1 частица на сантиметр квадратных ниже предела обнаружения, что говорит об отсутствии поверхностного загрязнения. На расстоянии 2 метров от местонахождения бесконтрольного источника значение мощности амбиентного эквивалентного дозы гамма-излучения увеличилось на 0,2 мкс в час относительно природного гамма-фона. Проводим ограждение территории на расстоянии 2 метров от местонахождения бесконтрольного источника. Проводим измерение мощности амбиентного эквивалентного дозы гамма-излучения на расстоянии 1 метр и 0,1 метра от источника ионизирующего излучения. На расстоянии 1 метр значение мощности амбиентного эквивалентного дозы гамма-излучения составило 1,2 мкс в час. На расстоянии 0,1 метра значение мощности амбиентного эквивалентного дозы гамма-излучения составило 114 мкс в час. Проводим измерение загрязнения поверхности источника ионизирующего излучения альфа-бета излучающими радионуклидами. По альфа-активным радионуклидам 1,1 частица на сантиметр квадратный, по бета-активным радионуклидам 1 частица на сантиметр квадратный, ниже предела обнаружения. Проводим измерения загрязнения поверхности источника ионизирующего излучения альфа-бета-излучающими радионуклидами методом взятия мазков. По альфа-активным радионуклидам 0,1 частица на сантиметр квадратный, по бета-активным радионуклидам 1 частица на сантиметр квадратный, ниже предела обнаружения. Операция по взятию мазков с контейнера по времени заняла не более 30 секунд. Проводится идентификация радионуклида методом гамма-спектрометрии. Радионуклид идентифицирован как цезий-137. Источник ионизирующего излучения загружается в транспортный контейнер для последующего транспортирования специальным транспортом специализированного предприятия для временного хранения и дальнейшего обследования. Проводим снятие средств индивидуальной защиты и укладку их в тару для твердых радиоактивных отходов для последующего захоронения. По результатам обследования оформляется протокол для передачи в надзорные органы для дальнейшего расследования. На основании обращения Межмуниципального отдела МВД России Беловский Кемеровской области органом инспекции Федерального государственного унитарного предприятия Южноуральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства России для проведения санитарно-эпидемиологического обследования были командированы двое сотрудников специальной радиологической бригады Южноуральского аварийного медико-дозиметрического центра. Фрагменты данного обследования представлены в фильме. Измерение мощности амбиентного эквивалентной дозы обусловлено природными радионуклидами. Естественный природный радиационный фон составил 0,12 микрозиверт-час. Проведение обследования территории на наличие альфа и бета излучающих радионуклидов. Уровень радиоактивного загрязнения территории, прилегающей к гаражу и внутри его составляет по альфа-активным радионуклидам 0,1 частица на сантиметр квадратный, по бета-активным радионуклидам 1 частица на сантиметр квадратных, что составляет ниже предела обнаружения. При обследовании контейнера обнаружена коллимационная отверстия. Со стороны коллимационного отверстия контейнера уровень мощности эквивалентной дозы повышен и составляет 1500 микрозиверт-час на расстоянии полуметра от центра источника. Проведена идентификация радионуклида. Им является радионуклид Цезий-137. По результатам санитарно-эпидемиологического обследования было оформлено экспертное заключение, которое было передано в МВД города Белово, Кемеровской области. Радиозатопные приборы, в которых используются радионуклидные источники излучения, начали выпускать в середине XX века. Радиозатопные приборы нашли широкое применение в промышленности, в производстве строительных материалов, медицине, геологоразведке, на транспорте, в научных исследованиях и других отраслях народного хозяйства в качестве приборов для контроля характеристик, материалов и изделий, а также для контроля протекания технологических процессов. В 70-е и 80-е годы на многих предприятиях в организациях учебных учреждениях устанавливались радиозатопные извещатели дыма типа РИД. В радиозатопных извещателях дыма используются альфа-излучатели на основе америцы и плутония, период полураспада которых составляет сотни и десятки тысяч лет. В последние годы ведутся работы по демонтажу радиозатопных извещателей дыма в связи с истечением срока эксплуатации, с последующей их заменой на современные пожарные извещатели, не содержащие радионуклидные источники. Однако иногда возникают случаи обнаружения неучтенных радиозатопных дымоизвещателей, как правило, в организациях, которые не зарегистрированы как пользователи источники ионизирующего излучения, и не находятся под регулирующим контролем. Отсутствие должного контроля за радионуклидными источниками и несоблюдение условий их эксплуатации может привести к разгерметизации источников. При разгерметизации радионуклидного источника создается серьезная угроза для населения и окружающей среды. Для предотвращения таких инцидентов необходимо не допускать несанкционирования использования радиозатопных приборов, строго руководствоваться правилами их приема, использования, передачи, сдачи и вывода из эксплуатации. Кроме того, необходимо знать, что до конца 50-х, начала 60-х годов выпускались часы, компасы и другие предметы, в которых для свечения циферблата и стрелок использовалось радиоактивное вещество ради 226. В последнее время также имели место несколько случаев подобных опасных находок. Так, в декабре 2012 года, при проведении радиационного контроля на границе были обнаружены корабельные часы с радиовым напылителем, находящегося в багажнике автомобиля. Максимальная мощность дозы излучения превысила фоновые значения более чем в 80 раз. Все заводские контейнеры, приборы и устройства, имеющие в своем составе радиоактивные вещества, обозначаются соответствующим знаком – красным или черным трелистником на желтном фоне, являющимся официальным международным символом радиационной опасности. Помните, действие радиоактивного излучения на организм неощутимо человека. Вы можете подвергнуться облучению, даже не прикасаясь к радиоактивному источникам. Никогда не поднимайте, не берите в руки и не разбирайте предметы, на которых нанесен знак радиационной опасности. Любой предмет, который выглядит ценным, может быть опасным, если он содержит радиоактивное вещество. При обнаружении подозрительного предмета, на котором имеется знак радиационной опасности, отойдите как можно дальше от него и незамедлительно сообщите о находке в Министерство по чрезвычайным ситуациям по телефону 101. По возможности, примите меры по удалению из опасной зоны других граждан. Любой, кто находится вблизи упаковки или металлического контейнера с символом радиоактивности или прикасался к ним, а также при обнаружении ожога в коже или ухудшении самочувствия без очевидной причины, должен немедленно обратиться к врачу. Обязательно сообщите врачу о любом контакте с радиоактивным источником. При обнаружении прибора дома необходимо обратиться в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ни в коем случае не выбрасывайте.